Цвет движения, огня, энергии, религии, революции. Цвет любви и войны, чувственный и страстный, агрессивный и романтичный, опасный и витальный. Красный цвет наиболее притягательный и загадочный. Именно красный стал главным героем и источником вдохновения для концептуального выставочного проекта. Впервые в истории Национального музея экспозиция посвящена исключительно цвету. Чтобы проект сложился в стройный код, Дмитрий Солодкий изучил каталоги и посмотрел 40 тысяч работ из уникальной коллекции музея. Идея была изначально сделать красный цвет в собрании художественного музея. То есть показать, чем богат музей. Это и коллекция Востока, Запада, белорусское, русское искусство. По итогу мы ограничились темой белорусского искусства, потому как и для белорусского искусства достаточно было произведений, которые проиллюстрировали бы красный цвет на протяжении истории. Разные культуры, религии и традиции сотканы воедино в яркое белорусское полотно. Вот эта красная нить белорусского искусства, она показала, что она ведет к каким-то глубинным пониманиям кода нации. И поэтому выставка стала называться «Красный код нации. Сакральность эстетика власти». Такая расшифровка, что красный цвет, не только голубой василек – это цвет Беларуси, синяя волка. Или белая Русь, белый цвет – это наш цвет нации. Да, в нашей культуре это все есть, это мы все знаем, это мы все тоже любим, принимаем и пользуемся. Но вот как никакой другой цвет, именно красный с архаических времен и до современности сознания белоруса, маркирует самые важные вещи. Точка отсчета – зал народного искусства. Мы видим здесь такую картину народного восприятия через красный цвет. А как мы знаем, все-таки орнамент – это не просто украшение, но у него была также и функция социальная – маркировать общество через пояс, красный пояс, орнамент красного пояса, через ручник, который орнамент свойственен какому-то определенному региону или определенной семье, передан из поколения в поколение. Какой он? Белорусский красный, шерлон. На ручник и на родный костюм можно смотреть, как на произведение искусства. Это код твоей семьи, культурный код, эстетика твоей семьи, разрушить которую нельзя. Собственно, музей этим и занимается. Он собирает и не дает разрушиться этому коду. Код – это множество символов, у которых есть свои закономерности. Они помогают нам распознать целую систему. А разгадывать и расшифровывать коды лучше, а главное быстрее – с их создателями. Зал первый – это эстетика народного искусства. Второй – условный зал. Это сакральный зал. Третий – это власть, советская власть. Четвертый зал – это современные белорусские художники, которые работают с красным цветом. Но все объединяется только красной линией, тематикой красного цвета. Красный цвет проходит красной нитью. Красный код нации – большой межмузейный проект. Национально-исторический музей, Центр современного искусства, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, частная галерея – экспозиция от прошлого к настоящему. Я рассматривал вариант общаться с художниками в мастерских, отсматривать работы. Но когда я обратился к художникам, то первый художник мне прислал 10 работ своих фотографий на выбор. Второй художник прислал 12 работ графических. И я понял, что это только два художника. У меня уже больше 20 работ. И если я обращусь к третьему, четвертому, пятому, то придется снимать все экспозиции в Национальном художественном музее, чтобы поместить экспозицию красного цвета в белорусском искусстве. Пространству хочется соответствовать. На выставку стоило бы ввести дресс-код. Я замечаю красный цвет буквально везде в жизни. Я дома вижу только красные предметы. Выходя на улицу, я вижу опять-таки красные обозначения, линии, гидранты, свет-светофоры и так далее. Поэтому я как-то ограничил себя от этого цвета. Хотя в моем гардеробе тоже есть красные вещи. Я люблю этот цвет. Яркий, импульсивный, динамический. Но все-таки как-то сейчас стараюсь наслаждаться красным сугубо в произведениях искусства. Красный код сложный, запутанный, давлеющий и доминирующий. Главное, пока расшифровываешь, не запутаться и не раствориться в красном. Когда выставляешь в одну линию три произведения, три живописных полотна красного цвета, приходит осознание, что зрителю будет тяжело воспринимать. Поэтому нужно было придумать экспозицию, чтобы был отдых для глаз и эмоционального впечатления. Зрителя хватило от первого до четвертого зала. Я понимаю, четыре зала, много произведений, но все-таки хочется остановиться на каких-то особенных, важных, расставить красный акцент. В следующем, религиозном зале, все углы красные. Красный цвет в контексте сакральности для нас – это красный цвет в христианском искусстве. Во всех календарях всегда был красный день календаря. Это не 7 ноября, а советская власть придумала попозже, взяв это в христианской традиции. Красный день календаря – это день поминовения мученика был, день поминовения евангельского события, пасхальный день, воскресный день, красный день. В иконописи мученики часто изображаются, почти всегда изображаются именно в красных облачениях. Цвет крови, пролитый за Христа, за веру Христову, цвет жизни вечный. Потому что красный – это цвет победы. Кто главный победитель? Христос. Какая главная победа? Победа жизни над смертью. Христос воскрес, дал возможность воскресения. Здесь не только иконы, еще и фрагменты алтарей, скульптуры, уняцкие орнаты с элементами красных русских поясов. Но есть и особенный экспонат. Здесь представлены Ветковский музей уникальным произведением, красным Евангелем XVI века, который через рукопись показывает, что Евангелие Ев хорошо, Ангелу с посланием. Да, вот эта благая весть не может быть никакого другого цвета, как красным. Хотя Евангелие бывает чаще всего в золотых окладах. Но здесь вот традиция этого старобрячества красного и почитания красного цвета. От сакральности к аристократической власти геральдические красные щиты и алые элементы одежд запечатлены на сармадских портретах. Образы, которые могут показать нам, что перед нами действительно воин, это облачение, амуниция, что это воин не просто без какого-то рода и племени, а воин, принадлежащий какой-то семье, какой-то культуре, какой-то местности. Об этом говорит, конечно, геральдика. И геральдические знаки часто содержат именно красный цвет. И в облачении сармадского портрета имеют именно такие коннотации с образом войны, образом победы, доблести, мужества, целеустремленности. С приходом советской власти меняется визуальный код нации. Но красный цвет остается неизменным. Чем меньше будет на него возложено смыслов, тем больше зритель в нем сможет прочесть. И вот это движение энергий, на чем, собственно, и строятся супрематические все композиции, они характерны своему времени. И вот эта толпа на улицах, на площади, Соборной площади 19-го года как бы разлетается в этих супрематических композициях. Главный принцип построения экспозиции – предметный диалог эпох и стилей. Третий зал – советский. Где пять континентов Земли, объединенные символом красной звезды, где труженицы текстильных фабрик в красных косынках, платочках, то, что их должно было маркировать и выделять, как такой передовых тружениц, идущих в авангарде, в общем, советской власти. Но все-таки красный в СССР скорее исключение – цвет праздника среди серых будней. Советские люди – это не просто люди. Это люди, выкованные из стали. И здесь Май Вольфович Данцик в такой свойственной ему суровой манере, показывает, суровой, но яркой манере, показывает нам вот этого советского труженика, которого ничем не сломить, его, наверное, можно только переплавить. Красный цвет – знаковый цвет боли, страданий, смерти, огня, цвет войны, цвет крови. И обе мировые войны оставили глубокий красный след. Джон Макрей, канадский хирург, военный врач, написал стихотворение «На полях Фландрии». И в этом своем стихотворении он ввел строчки поэтические с образом мака. На полях Фландрии между крестами колышет ветер маки рядами, имея тем самым, что вот там, где пали войны, да, там и где пала кровь на землю, там вырос мак. И вот этот цвет мака находится в такое новое проявление уже после Второй мировой войны, как всемирного такого вот образа всех жертв. Красный код нации – попытка понять самих себя, проанализировать нашу культуру длиной почти в два тысячелетия. Гёте и Кандинский в своих работах по психологии цвета приписывали красному силу, радость, зрелость, энергию. Доказано, что этот цвет ускоряет ритм дыхания и сердцебиения, повышает кровяное давление и мышечный тонус. Чтобы красный не вскружил голову, у посетителей есть возможность выдохнуть. Вот таким своеобразным выдохом, такой своеобразной рефлексией является такая визуальная динамическая картинка. Такая небольшая инсталляция, видеостена, в которой мы собрали самые яркие произведения из выставки, подобрали определенную музыку, мягкие мешки, как мы это любим, вот приглушенный свет и такая рефлексия и релакс одновременно, в который зритель может погрузиться. На злобу дня. Красный – это еще и цвет тревоги. Сейчас мы в музейном зале вдвоем, втроем, вместе с оператором. К сожалению, выставка открылась на грани вот этой пандемии. Я знаю, что музей быстро нашел выход. Мы перешли все в онлайн, и нужно сказать, нет худа без добра. Мы стали получать огромное количество обратной связи о том, что мы даже не предполагали, что у нас есть такое в стране, что у нас есть в Минске. Мы были в музее, но мы этого не видели. Язык искусства, как никакой другой, наверное, дает людям понимание, что в самые трудные моменты, в самые нелегкие моменты именно произведение искусства, настоящее, знаковое произведение искусства, дает вот нить, за которой можно держаться, нить вечных ценностей, бесконечных категорий, к которым можно прикоснуться и благодаря которым можно легко и радостно смотреть на этот мир. И приглашаем всех зрителей, конечно, когда все будет спокойно, легко и просто, прийти и погрузиться в этот мир, и унести новое знание и новое ощущение от самого себя, и открыть какую-то еще одну сторону себя, потому что это иначе не может быть. Пусть красный станет цветом надежды, и поэтому просто обратитесь в зрителей, скажем, до встречи в музее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова